Власти КНДР, вероятно, готовятся к подрыву дорог, соединяющих страну с Республикой Корея. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штаба Вооруженных сил Республики Корея. После заявления Корейской народной армии от 9 октября их военные занимаются деятельностью, которая, как предполагается, связана с подрывом дорог вдоль линии Кёнисон и Тонхэ, было сказано в заявлении. В то же время генеральный штаб Корейской народной армии заявил, что перекроет автомобильные и железные дороги с Республикой Кореи и превратит южную границу в крепость. В Пхеняне указали, что приступают к практическим мерам по последовательному территориальному размежеванию. В Сеуле это решение осудили как предательство стремления граждан Республики Кореи и жителей Севера к объединению. 11 октября МИД КНДР также сделала заявление, что южнокорейские беспилотники трижды входили в воздушное пространство Пхеняна, чтобы распространить листовки. В Пхеняне потребовали прекратить эти акции, генеральный штаб Корейской народной армии, как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, отдал приказ привести в полную готовность к стрельбе артиллерийские соединения вблизи пограничной линии. Сестра северокорейского лидера Ким Ё Джон полагает, что ответственность за проникновение южнокорейских беспилотников Пхенян лежит на США. Ее слова также приводит Центральное телеграфное агентство Кореи. Ли Сун Джун, глава управления по связям с общественностью Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, заявил, что подрыв дорог возможен уже сегодня, 14 октября.